Друзья, всем привет! С нами на связи Сайдаш. Сайдаш — это опытный юрист из нашей команды, и сегодня он ответит на часто задаваемые вопросы касаемо P2P. Сайдаш, привет! Добрый вечер, наверное, уже день. Спасибо тебе огромное, что выделил свое время для нашего комьюнити. И расскажи, пожалуйста, буквально вкратце о себе, и будем начинать. Да, я Сирр Азив Сайдаш, судебный юрист. Значит, имею опыт работы в структурах Следственного комитета в городе Москва. На данный момент являюсь частно практикующим юристом, стажером, адвокатом, закрепленном в адвокатской палате Республики Татарстан. Соответственно, активно занимаюсь сопровождением, в том числе, деятельностью, связанностью с оборотом криптовалюты, в том числе. Как-то так. Здорово. У большинства новичков появляется вот такой вопрос. Есть ли риски в арбитраже крипты? Вот какие есть риски? Да, в целом вопрос частый. Риски какие могут быть? Первый, это самый такой главный, с которым встречаются практически все, это 115 ФЗ, наверное, да, когда карты блокируют. Об этом, кстати, скажем позже, не только по 115 ФЗ могут блокировать карты. Второй, это, наверное, риск нарваться на мошенников. Ну, это я говорю по нарастающей, да. И третий момент связан с налогообложением, да, с налогом законодательства. То есть, когда у P2P-шника, да, арбитражника появляется какая-то прибыль, какой-то доход, здесь может быть уже, когда там налоговый орган будет предъявлять свои претензии по поводу того, что почему там налог не был уплачен или уплачен не в том мере, в котором они считают, да, что должен быть уплачен. В целом, вот три основных признака. Слушай, ну вот вообще, в целом, легально ли ниша P2P или нет? P2P, арбитраж, да, это все, безусловно, полностью легальные ниши. То есть, здесь абсолютно ничего противозаконного нет. Как минимум, стоит отталкиваться от того, что у нас криптовалюта, да, она в законодательстве признана. На данный момент она называется цифровой валютой. Она закреплена в федеральном законе. Соответственно, и можно осуществлять сделки, да, в том числе по купле-продаже криптовалюты. Нельзя, конечно, только расплачиваться криптовалютой за что-то, но как таковую криптовалюту покупать можно, с чем-то непосредственно связано деятельность P2P. Поэтому, безусловно, здесь все легально. Отлично. Следующий вопрос. Возможно ли декларировать свою деятельность и работать в белую? Да, безусловно, возможно. У нас еще с 2008 года имеются методические рекомендации, письма Федеральной налоговой службы. Они и сейчас есть. Согласно которым у нас к сделкам по купле-продаже криптовалюты применяется общий налоговый режим, да. То есть 13% мы должны уплатить, как обычный доход физического лица, да, по умолчанию. Если мы в том числе подтвердим, да, то есть здесь какая особенность есть с тем, что когда ты декларируешь свой доход, ты должен показать, какой у тебя еще в том числе был расход. Чтобы ты не просто, да, на весь оборот сам уплатил этот огромный налог. У тебя же там еще расходы есть на куплю-продажу, на куплю-продажу, в том числе криптовалюты. При документальном подтверждении, соответственно, ты вот уплачиваешь на тот именно доход, да, который у тебя есть. Безусловно, это возможно сделать. Более того, на самом деле, по секрету, да, скажу, на самом деле это не секрет, конечно, уже сейчас, что налоговый орган, они не имеют как бы достаточно данных, достаточных средств, да, механизмов для того, чтобы полностью достоверно вычислить вот то количество, да, дохода, который вы заработали на этом. И поэтому здесь, если вы задекларируете хоть как-то, это уже для них, знаете, будет как бы большим плюсом. То есть по факту у нас какие бывали, скажем так, кейсы с клиентами, они декларировали доход, то есть все по-разному, да, кто-то не декларировал вообще, как бы, да, настаивая на том, что у него с этого дохода не было. Кто-то декларировал, говорил даже, что я там вот за этот финансовый год заработал там определенную сумму. Налоговая проводила проверку, понятно, да, мы ходили на пояснение, но в целом, как бы, на этом все, то есть никаких претензий налогового органа не было. Я сейчас немножко уточню, это кейсы связаны именно с P2P-торговлей или просто с криптовалютой в целом? То, что купил криптовалюту, потом заработал, перепродал ее и как-то обналичил. То есть речь идет о... Да, 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 по факту это именно P2P-шники, которые вот, скажем так, постоянно, да, это деятельство занимается на ежедневной основе. А какие-нибудь, может быть, привилегии с банковской сферы, с банковской стороны есть у них за то, что они там платят налоги, отчитываются? Вопрос хороший, на самом деле, было бы хорошо, вообще отлично, если бы так было, к сожалению, на данный момент. Пока сложно себе такое представить. Здесь есть некоторые сложности, связанные с тем, что все-таки у нас деятельность, да, по купли-продаже криптовалюты, скажем так, ну, P2P, она по факту может быть, считаться, да, в качестве предпринимательской, но с точки зрения закона и вот практически сложно ее оформить, потому что, во-первых, нету соответствующих видов акведов, да, нету там каких-то возможностей открыть расчетный счет в банке для того, чтобы прогонять там какие-то большие суммы, например, оборачивать и при этом не нарваться на 115 ФЗ, например. И даже из-за того, что человек уплатил налог с крипты, это, скажем так, не сильно ему помогает. Это может быть, да, лишний раз подтверждением того, что у него легальный доход, в том числе и с криптовалюты, когда, допустим, в следующий раз его будут блокировать по 115 ФЗ. Но пока, как бы, я думаю, поспешно будет об этом говорить, что это вот как-то поможет. Это вот комплексно должна быть работа, скажем так, органов государства, в том числе и законодателя, поэтому на данный момент пока скажу, что нет. Так, ну, если говорить максимально с холодной головой, какие есть плюсы в декларировании и какие есть минусы? Это зависит, опять-таки, от оборотов. То есть, если обороты, откровенно говоря, небольшие и даже, возможно, вас ни разу не блокировали по 115 ФЗ, так тоже бывает, тогда, в принципе, да, если вы считаете, что у вас нету дохода, скажем так, можете и не декларировать. Другое дело, что вас уже могли блокировать по 115 ФЗ однажды, потому что банки, они, на самом деле, делятся информацией с налоговой. У налоговой есть, соответственно, данные о вашем обороте, и вам в любом случае придется отчитаться, то есть, скорее всего, прийти в налоговую, дать какие-то, да, пояснения по поводу того вообще, чем вы занимались. И в данном случае, если вы хоть что-то задекларировали, хоть самый какой-то мизер, да, абсолютный, там, я не знаю, тысяч 20 рублей, то это уже, на самом деле, большой плюс. То есть, как таковых, там, строгих камеральных проверок не бывает, то есть, я не слышал, да, больше от клиентов того, чтобы к ним налоговая инспекция какие-то претензии предъявляла. Но также я не слышал, конечно, про тех, которые вообще не декларировали, поэтому это зависит, наверное, от того, да, как себя вести вот на начальном этапе, когда появились определенные вопросы в налоговом. Ну, как таковых, больших минусов нету, да? Нет, больших минусов нету. Хорошо, мы тогда ранее затронули еще ФЗ-115, давай буквально раскроем эту тему, что такое ФЗ-115 и как это влияет на петупичника. На данный момент международное соглашение в целом государстве обязывает банки, соответственно, проверять те, да, транзакции, которые у каждого клиента проходят, будь то это, там, юридическое лицо, IPA или физическое лицо обычно. Соответственно, если у них возникают какие-то сомнения в том, что это легально или в том, что, возможно, у них есть какие-то там данные, подозрения на то, что отмываются денежные средства, финансируется, да, там, террористическая, экстремистская какая-то деятельность, они могут заблокировать счет и они будут просить пояснений по поводу экономической целесообразности вот конкретных каких-то транзакций. Зачастую, да, если говорить конкретно о банковских запросах, по факту они спрашивают, это справка 2НДФЛ, это налоговая декларация, выплачиваете ли вы налог, то есть какой у вас вообще доход есть. Потом, да, может, отдельная справка от доходов, там, с места, там, работы или, возможно, да, какие-то договоры, на основании которых у вас суммы появились или на основании которых вы эти суммы перечисляли. В целом, перечень примерно такой, они просят вот это пояснить. Деятельность по продаже криптовалют пояснять можно без проблем. Есть, конечно, разные статистики по банкам, например, если брать Сбер, то там 9 из 10, это то, что разблокируется, но, опять скажу, ситуации бывают разные. Если там совсем мелкие суммы какие-то проходят, то банки, они могут и не разблокировать, да, то есть, как бы, это вопрос вообще индивидуальный, отдельное обсуждение нужно для этого, да. Примерно так, что касается 115 ФЗ. Есть ли какие-нибудь блокировки помимо 115 ФЗ? Да, вот, как вначале оговорились, есть еще, да, один метод у банков по борьбе, да, с теми, кто занимается, да, обменом криптовалюты с пито-пишниками, арбитражниками. Это 161 ФЗ о национальной платежной системе, но здесь какая особенность? Что в данном случае возможно заблокировать именно карту, либо ее дистанционное там обслуживание, да, например, могут там личный кабинет заблокировать. Если, в том случае, если, допустим, у них есть подозрение, что совершается какая-то мошенническая операция вот через ваш счет, там есть ограничение, да, в том, что это может быть максимум на два дня. После этого вам должны, соответственно, опять открыть доступ после того, как они проведут проверку по закону. По факту, бывает, банки этим злоупотребляют, в моей практике этого еще не было, то есть ко мне таких обращений в данном случае не было, я просто слышал об этом. В данном случае, да, банки что говорят, мол, вот мы вам заблокировали там дистанционное банковское обслуживание, вы не можете там пользоваться, может, личным кабинетом, картой, но, пожалуйста, ваши деньги, они на вашем счету, мы счет вам не блокируем. Вы можете просто, да, приехать там через наш офис, да, и все, соответственно, сделки совершайте, если вам надо куда-то, мы вам перечислим, вы просто напишите заявление, да, платежное там, это поручение. Здесь, конечно, это в большинстве случаев незаконно, но это намного проще решать, чем 115-й, кстати. Но вот исходя из вашей практики, были случаи, когда у клиента не разблокировали счет? Да, безусловно, были, но здесь, конечно, много факторов стоит учитывать. Пример можно какой-нибудь, чтобы было понимание? Да, вот один из последних, наверное, который был, это когда P2P-шник, ему, то ли, по-моему, знакомому, как он объяснял, нужно было, да, закупить, по-моему, какие-то товары, ему поступали денежные средства от ИП, от него ИП, они делали это все через криптовалюту, вот так вот, в общем, опять меняли там фиат и, в общем, его заблокировали, пока я не слышал, чтобы его заблокировали. Как бы бывают неприятные ситуации, когда все-таки P2P-шникам стоило бы, ну, аккуратнее, да, себя как бы вести, ну, а так, как бы, я думаю, понимать в том числе, что карта это все равно расходный материал, потому что ситуации бывают разные. Надо смотреть на то, насколько вам это вообще выгодно, да, что вы потеряете карту, не потеряете, да, от конкретной какой-то сделки. Может, у вас там выгода от этой сделки будет больше, чем вообще вам эта карта приносила, в принципе. Какие, примерно, там были обороты у этого человека, который через ИП проводил сделки? В целом, обороты какие, сказать не могу, эта информация, в принципе, не делится, да, но в данном случае по сделкам, у которых, по которым возникли вопросы у банка, это было несколько миллионов, по-моему. То есть это было, по-моему, там один из раньше, это было 500 тысяч, но опять я же говорю, то есть это от физлица ИП-шнику или от ИП-шника от физлица, что, по сути, уже согласно, да, закону и вот правилам является нарушением, на самом деле. То есть там у ИП, да, у юрплиц есть свои там особенности по тому, как они могут перечислять физлицам, соответственно, денежные средства транзакции осуществлять или не могут. И вот так вот это было в течение дня, только в короткое время. Здесь такой достаточно сложный момент. А есть примеры именно связаны с P2P, то есть, ну, P2P-шник, он же переводит из физлица к физлицу. Были какие-нибудь такие примеры, что человеку банк по каким-то причинам не хотел разблокировать средства и вообще не хотел отдать их? Ну, скажу честно, как бы таких примеров-то много, да, на самом деле, то есть и в сети поискать, и вот лично у меня в практике. Таких примеров много, опять от банка в том числе зависит, но, в принципе, сплошь и рядом, опять говорю, здесь зависит от того, насколько человек там прикрывал карту, да. Потом, и какие переводы он делает. То есть, опять, у P2P-шников, как бы, есть же свои, скажем так, особенности по тому, как минимальная сумма, да, транша, которую они переводят. Вот это, на самом деле, соблюдать-то нужно тоже. Для общего понимания, то есть, карту заблокировали, средства тоже заблокированы, приходится, да, вот повозиться с документами, отправлять там разные справки, ну и потом в итоге, конечно, в результате их разблокируют, так же? Или что банк может сказать в самом плохом случае? Вот самый плохой случай берем. Самый плохой случай, это то, что банк отказывается разблокировать карту, рекомендует закрыть счет, да, и не хочет, чтобы им дали, там, когда-либо были его клиентами. Ну, на самом деле, у этого есть, там, срок свои пять лет, вот, установленный закон. И выводит деньги потом на другой счет? Да, на другой счет, либо наличка на счет. Ну, то есть, деньги наши не забираются, да, в целом? Нет, безусловно, безусловно, они не забираются. У физлица точно они не забираются вообще. То есть, иногда просят комиссию, но это незаконно. Да, да, самое главное, чтобы ребята понимали, как это работает. Да, безусловно, то есть, деньги ваши остаются за вами. Да, 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 просто изначало нашего диалога, наверное, они подумали, что сейчас деньги заблокируются, деньги заберут наши, и дальше мы не сможем работать. Тогда следующий вопрос. Сталкивался ли ты на своей практике с схемами треугольника? Безусловно, сталкивался, это и вызовы, да, в МВД, это и, соответственно, исковые заявления о неосновательном обогащении, да. Есть там свои особенности. В целом, ничего страшного нету, если говорить конкретно, там, о вызове в МВД, например. Вкратце, можно было, Сайдаш, вкратце пример, вот, из своей практики, чтобы ребята понимали вообще, о чем идет речь, потому что, может, кто-то и не понимает, что такое треугольник. Треугольники разных видов, в принципе, бывают. Основное это то, что вы, да, как P2P-трейдер связываетесь с каким-то человеком, который хочет у вас купить крипты. Он открывает с вами сделку, но при этом еще у него, возможно, есть якобы какой-то там договор, какая-то сделка по поводу чего-то другого, ну, я не знаю, там, по покупке айфона, например, с другим человеком. И он говорит ему, мол, вот, переведи по таким реквизитам, указывает ваши реквизиты, он переводит вам. А вы, как P2P-трейдер, видите, да, о том, что вам пришел платеж, соответственно, вы отпускаете криптовалюту уже вот этому человеку, который средний в звене. Он вообще абсолютно ничего не теряет, то есть он не потратил ни деньги, он и более того получил еще крипту. В основном вот такие моменты. Бывают еще моменты, да, там, они, в принципе, все одинаковые, из треугольника из треугольника. Бывают моменты, когда, например, есть какой-то скаймер, мошенник, он говорит о том, что, мол, вот, у вас есть возможность, там, вложиться в какой-то проект, да, тоже может быть связан с криптой, а может даже и не связан, может, он и не говорит об этом. Человек, который абсолютно в этом не разбирается, он переводит по реквизитам, которые этот мошенник указывает, опять-таки это реквизиты P2P-трейдера. А P2P-трейдер видит, что ему пришла, да, определенная сумма денег, отпускает криптовалюту, опять-таки, вот этому мошеннику. Соответственно, вот этот, он не получает криптовалюту, изначально которую перевел к P2P-трейдеру. А мошенник получает, опять-таки он в данном случае не теряет абсолютно ничего, да. Основные вот виды треугольника, они вот такие. И здесь вот, соответственно, есть два риска нарваться. Вот на МВД, да, о том, что они возбудят там дело о мошенничестве, например. И на, соответственно, исковое заявление уже от потерпевшего, да, который изначально P2P-трейдеру деньги переводил, которого ввели в заблуждение вот вообще другие люди абсолютно вот эти скамеры. Но он уже заявляет, получается, P2P-трейдеру исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения, мол, я как бы, я случайно перевел крипту, я не знал. Как бы выход из-за обеих ситуаций есть. И, в принципе, в том числе вот по последней ситуации, да, гражданское дело, в том числе, в котором я участвую, вот оно пока на этапе рассмотрения, да. Там как раз возбуждалось уголовное дело. P2P-трейдер был вызван изначально в качестве свидетеля. Когда поняли о том, что он просто отпускал крипту, он просто получил деньги, у него абсолютно никакой выгоды нету, то в данном случае, да, то есть дело было закрыто, ввиду того, что сам подозреваемый не был установлен. И в данном случае, да, он решил просто сейчас потерпевшей обратиться с исковым заявлением к P2P-трейдеру. Хорошо. А были ли какие-нибудь случаи, ну, негативные? То есть вот человек попал на мошенническую схему, и его, может, посадили? Или, может, что-то такое произошло, оштрафовали на какую-то огромную сумму? Ну, честно, я таких случаев не знаю, потому что обычно это все вот заканчивается примерно так, как я до этого описал. Человека могут, да, вызвать там на дачу объяснений даже, возможно, это не дойдет до допроса. Может быть, это будет уже в рамках уголовного дела прям допрос свидетеля, да. Но обычно этим заканчивается, если человек грамотно, да, придется адвокатом с выписками из бирж, все покажет, все расскажет, скажет, что у него здесь нет никакого умысла, да, что у него состава преступления, соответственно, нет, да, выражаясь юридическим языком. И, соответственно, там, правоохранительные органы, они поймут, что вот этот человек, он на самом деле не подходит, да, под подозреваемого, да, в преступлении. Соответственно, на этом обычно вот все заканчивается. То есть негативным примером, когда кто-то сидит, где-то, возможно, я краем уху слышал, но, честно, не могу сказать. Возможно, ну, это, скорее всего, другие регионы и другая ситуация. В целом, например, вот так. И вот крайний вопрос. Возможно ли забрать свои деньги с застрявшего где-то с вифт-перевода? В целом, да, проблема такая появилась ввиду санкций. Здесь больше проблема, наверное, техническая, поскольку когда с вифт-перевода отправляются по пути, да, пока он был отправлен, уже могли там санкции, например, вступить в действие, да, были, быть наложены санкции на конкретно какой-то банк. И, соответственно, с вифт-перевода где-то на этом этапе он застрял, когда уже банки разорвали отношения, да, там есть особенность с тем, что есть банки-корреспонденты, да, банк-отправитель, банк-получатель. В целом, возможности есть. На практике это бывает сложно. Почему? Потому что, ну, элементарно деньги застряли. Тут, да, надо просто любым способом добиваться. Одна из процедур, да, таких элементарных, которые с самого начала нужно, как бы, начинать действовать, да, когда с вифт-перевода он застрял, это розыск своего, да, с вифт-перевода конкретно. То есть при отправке денег за рубеж вы указываете, соответственно, реквизиты банка, там, реквизиты банка-корреспондента. Соответственно, у вас присваивается в том числе определенный, да, трек-номер к вашему переводу. Вы его в том числе указываете. Там эта услуга, она может стоить каких-то, там, денег небольших. И банк начинает разыскивать, да, и в течение нескольких дней это примерно происходит, когда банк разыскивает ваш перевод. Соответственно, вот как-то так здесь опять конкретная ситуация от конкретного банка зависит. Это, в принципе, возможно решать в том числе. Я слышал, да, что так делают через обращение в те государственные органы, которые занимаются там вот банковским как-то регулированием, надзором, контролем, да, банковской деятельностью в той стране, в которой, соответственно, этот перевод застрял. Или в банке-получателе, например. А есть смысл подключать юриста к такой проблеме? В целом, безусловно, да, потому что юристы, они часто очень с этим сталкиваются. И в том числе могут грамотно написать претензию, в том числе и в сам банк, откуда отправлялся. И в том числе, да, там, например, банк зарубежный. Пусть это будет даже на другом языке, в этом проблем нет. В том числе в государственном органе, который осуществляет вот контроль как раз над деятельностью банков. Вот в той стране, в которой, соответственно, свист перевод, куда либо должен был быть получен, да, где должен был быть получен, да, где должен был быть получен. Либо где он застрял. Все, на этом это видео подходит к концу. У Сайдаши есть телеграм-канал, ссылка на него будет в описании под этим видео. Если у вас будут какие-то вопросы, связанные с юридической деятельностью, да, там, вопросы по юрсфере, вы можете перейти туда, и там будут контакты Сайдаша. По промокоду Добычая Крипта вы получите скидку 10%. Сайдаши, если есть что добавить, добавь, и будем заканчивать. Спасибо, что пригласили. Для, наверное, подписчиков канала, да, для тех, кто это видит. По промокоду гарантирую, что будут, скажем так, особые условия в плане оказания юридических услуг. Поэтому спасибо большое за приглашение. Спасибо тебе огромное. Давай тогда. Будем на связи. Всем, друзья, пока.